Всем привет! С вами Алина и это мой канал на YouTube Элис Тодд. Пусть на улице до сих пор лежат сугробы, а морозы продолжают держать нас в тонусе, тем не менее, очень медленно мы приближаемся к самому весеннему празднику в году, а именно 8 марта. Признайтесь честно, если вы уже подумывали о подарках для своих близких, если нет, то я приготовила для вас список самых лучших подарков, которые вы можете подарить кому-то, кто увлекается рукоделием. Ну а если это человек вы, то в таком случае вы можете послать это видео своим друзьям и близким, возможно, мужу, как очень тоненький намек на то, чтобы вы хотели получить к 8 марта. Итак, поехали! Первый подарок в моем списке, это, конечно же, самый универсальный подарок, а именно наборчик. На данный момент на рынке существует просто нереальное количество наборов от разных производителей, они очень красивые, очень хорошо комплектованные, очень качественные. Имея я в виду, например, наборчики от Dimensions Golden Collection, любая вышивальщица будет очень рада получить такой подарок, потому что они достаточно недешевые, но тем не менее, они очень красивые и вышиваются просто на одном дыхании. Также есть такие производители, как, например, Luka S. В последнее время, да, у них вышла серия очень красивых наборчиков с розами, розы в разных горшочках и так далее, в таком немножко прованском стиле. В общем, я думаю, что эти наборчики понравятся практически всем вышивальщицам, поэтому если вы подарите один из них, они будут только рады. Также очень много красивых наборчиков от компании MP Studio, такие в стиле акварели, в общем, очень красивые, тоже присмотритесь к ним. Ну и вообще, достаточно на самом деле открыть любой сайт с наборчиками для вышивания, и перед вашим взглядом предстанет огромное количество разных вариантов. Можете выбрать на любой вкус и цвет, на любой карман, в общем, по-любому вы что-то о себе найдете. Далее, второй вариант, я думаю, что хороший подарок для вышивальщицы это был бы органайзер. Я имею в виду не только органайзер, например, от компании Paco, потому что он достаточно дорогой, но очень классный, очень функциональный, и не каждая вышивальщица может себе его позволить, но если вы подарите его какому-то праздничку, думаю, она будет очень рада. Но также можно подготовить какой-то специальный органайзер, например, из дерева, вот такой, как обычная плата с дырочками. Они бывают тоже разных дизайнов, могут быть какие-то миленькие в виде животного или с каким-то принтом, но самое главное, что вы можете заказать такой органайзер у какого-то производителя, это у кого-то, у ребят, кто, например, делает такие, знаете, рамочки из дерева специальные на заказ, или, допустим, надписи какие-то, вот у них тоже можно заказать такой деревянный органайзер с какой-то, допустим, специальной надписью или фотографией, или, может быть, какой-то милой картинкой, которая будет напоминать человеку о вас. Далее в список подарков я внесла такой общий пункт, а это разные мелочи, и под этим я имею в виду все, что включено на любых сайтах для вышивания, в раздел аксессуаров, а именно это ножницы какие-то, помощники, вроде как нитковдеватели, укладчика ниток, это разные маячки, разные такие футлярчики, допустим, для пялец и так далее. Тут вариантов на самом деле очень много. Но к основным, наверное, таким приятным вещам я бы отнесла ножницы, потому что для вышивки нужны специальные ножнички с очень острыми кончиками, и именно их вы можете найти вот на таких сайтах абсолютно разного дизайна, они бывают такие красивые, действительно бывают как от дешевых, так и до очень дорогих. Бывают не только вот эти ножницы-цапельки, которые у всех, но и вообще абсолютно разные, в разных техниках выполнения, из разных материалов. В общем, в любом случае вы можете найти очень хороший подарок из них, это будет как ручка Паркер, да, только очень классные острые ножнички, которые будут служить вышивающице много лет. Также хотела бы заметить такую вещь, как, например, маленький резачок от DMC. Он достаточно дорогой, но он очень функциональный. Например, очень часто вышивающицы его берут в какие-то поездки, потому что им можно очень быстро отрезать ниточки, но при этом он совершенно не занимает никакого места. А самое главное, что этот резачок можно брать с собой на борт самолета и вышивать прямо в поездке. И еще мне очень нравится, как вариант, это игольница, потому что тоже игольниц бывает много, вы можете купить уже готовую игольницу, например, на руку, да, или какую-то сшитую. Также хорошие игольницы от компании Prim, они достаточно дорогие, выглядят они как губная помада, внизу там магнитик, и туда можно скидывать иголочки и потом выдвигать их как губнушку. Дальше к очень хорошим подаркам я бы отнесла какие-то предметы для хранения вышивки. Это либо тубусы, где можно свернуть вышивку вот в один рулончик и туда их сложить, либо также есть так называемые роллы. Это обычные тряпочные такие полотна, где вы складываете, заворачиваете туда свою вышивку, завязываете и складываете. На самом деле это очень классно, потому что можно не только хранить свою вышивку где-то, но также в таких органайзерах можно носить вышивку. Чаще всего, если вышивачица куда-то и несет свою вышивку, то это в багетную мастерскую, и нужно сохранять вышивку очень гладко, и хорошо наглажены, и именно такие тубусы и роллы очень хорошо помогают в этом деле. Далее следующий подарок, который на самом деле хочу также и я, это одна из моих заветных мечтаний, поэтому, друзья мои, если вы смотрите меня, а я узнаю, если вы меня не смотрите, то я очень мечтаю о карте цветов от фирмы DMC. На самом деле это достаточно дорогостоящий подарок, он стоит больше трех тысяч рублей, даже где-то три с половиной тысячи рублей, но уж поверьте, если у вышивачицы нету этой карты, то, скорее всего, она об этом мечтает, потому что эта карта просто раскрывает тебе, ну, не весь мир, да, но мир вот этот разнообразных красок, палитры DMC, которые ты можешь использовать при вышивке, ты можешь подбирать потом нитки каким-то дизайном, в общем, это на самом деле супер подарок, и если у вас есть возможность, то обязательно присмотритесь к этой вещи и подарите его близкому вам человеку, если у него до сих пор такой карты нету. Но, кстати, здесь есть такой риск, если уже у вышивачицы есть эта карта, то, скорее всего, вторая ей не понадобится, поэтому уточните этот вопрос. Также сюда бы я отнесла, допустим, наборчик ниток, я знаю, что у DMC есть очень классный такой наборчик в металлической коробке, где собрана какая-то определенная палитра цветов, также я знаю, на Озоне, допустим, продавали такие небольшие наборчики с цветами одной гаммы, допустим, серые 15 цветов или что-то такое, не помню, ну, может не 15, может быть меньше, какие-то розовые, красные оттенки, да, и так далее, тоже хороший подарок, даже если у человека уже есть эти цвета, то, скорее всего, рано или поздно они, да, закончатся эти нитки, и у них уже будут новые, да, не придется покупать новые моточки, оденься и нитки не такие дешевые, поэтому иметь их всегда где-то в запасах, это очень классно, и считаю, что этот подарок может быть уместен всегда. Далее, следующим подарком, который я хотела бы вам посоветовать, это подписка на вышивальный журнал, я знаю, что в России их достаточно много, и там всегда размещают очень симпатичные дизайны каких-то очень выдающихся дизайнеров, и, по сути, да, человек может выбрать их с любой странички, да, ну, со странички журналов и вышить их, и на самом деле это очень прикольно, и я знаю, что в России есть такие производители, как Бурда, есть у них специальная линия журналов для вышивки крестом, например, можно подарить подписку на этот журнал, это стоит 1140 рублей на один год, также есть журнал, который называется «Формула рукоделия», там, по-моему, нельзя сделать подписку, но вы можете купить, допустим, последний номер, или, может быть, архив предыдущих номеров, или, допустим, дополнить ваш подарок вот этим журналом, и думаю, что любая вышивальщица будет рада. Также есть один очень хороший британский журнал, который называется «Кросс-стич», там серединки 3С, они могут присылать журналы прямо до дома, но также можно купить, допустим, версию электронную, все это зависит от вашего бюджета, на самом деле купить подписку на год, чтобы журналы посылали прямо к двери, это достаточно дороговато, но, в принципе, ничего такого критичного в этом нету, но электронная версия стоит гораздо дешевле, и можно уложиться в пределах где-то 2,5 тысяч для подписки на один год. Далее, хорошим подарком я также считаю книгу, но это не просто книга, а именно книга о вышивании. О, боже, какие же прекрасные есть книги о вышивке, а именно о французской вышивке, которые в России, на самом деле, не так-то часто продаются, а именно я имею в виду следующих авторов. Если вы не против, я буду читать, у меня с французским не очень хорошо. Это Вероника Энженджер, которая делала вот такие наборчики, даже или схемы французские, красивые, с цветами, ботаника. В общем, у нее есть очень много разных книг, ну, не очень много, но достаточно много, с разной тематикой. Также, как я уже упомянула, это, допустим, Хелен Берре, у нее тоже есть много книг, просто волшебных, очень красивых, присмотритесь. Вот, ну, еще также я забыла упомянуть, что в России есть сайт, который называется Cross Stitch Pro, там продаются книжки, которые возят с Франции, продают в России, также журналы, и несколько других авторов, которых я сегодня не упомянула. Можно купить какой-то журнал, такой достаточно толстенький, где-то за тысячу рублей. Уж поверьте мне, тот, кто занимается вышивкой, будет очень рад вот такому подарку. Итак, это были все идеи подарков, которые я приготовила для вас. Пишите внизу комментарии, если у вас есть какие-то другие идеи, или что-то конкретное вам понравилось. Также ставьте ваши пальчики вверх, я буду очень рада видеть ваши позитивные отзывы. Итак, с вами была Алина, Всех целую, пока-пока!